Музыка 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 Музык 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 Повторится веселым роман. Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас всегда, потому что Володька до сих пор висит на груди. Точно так же и йодмарин. Всегда раньше пила. И Саше даю. Я, правда, ему сотню даю. Сейчас пью постоянно, потому что Володька на груди висит. А вот аскорутин. Сердце сосуда. Очень надеюсь, что он поможет мне восстановить головушку мою. Потому что очень тяжело. Я и так-то не 7 пьяди во лбу. А сейчас приходится, чтобы какой-то мыслительный процесс в голове запустить. Приходится поднапрягаться. Знаете, это очень сильно утомляет. Начинаешь беситься от своей собственной тупости. Ну, в общем, очень надеюсь, что он становится. Ещё, конечно, я знаю, что некоторые пьют на пепт. Но мне кажется, это более серьезные препараты пока что для меня. Попробуем вот таким образом. И тромбитал. Вообще, я знаю, что и кто делает прививки от короны. Им советуют за месяц до прививки пить вот такие таблеточки. Абсолютно мужчинам. Они вообще очень склонны к тромбозу, или как это правильно называется. Ну, в общем, и кто болеет, тоже им дают кроворазжижающие. Я, когда болела, не пила, что-то не подумала даже об этом. А сейчас вот приходится исправлять свои ляпы во время речения. Попуталась я в витаминах. Хотела сказать, Ромке нужен калий-магний. Тоже для сердца, для нервов. А брякнула цинк. Ну, в общем, цинк, он больше для кожи. Но я его отдам родёнке, ему он нужнее будет. А сама пью калий-магний, и Ромка лежит со мной. Ну, Володечка, меня какой-то зовёт. Ну, пошли. Пойдём, пойдём. Я немножечко побаиваюсь. В общем, я три дня пропила, сейчас и скрутил, чтобы сосуды стали покрепче. Надеюсь, помогает. Но, честно говоря, ощущение лучше, по крайней мере, с головой. И начала вот этот. Вот сегодня первый день его выпила. Там написано, по этой таблетке три раза в день для профилактики. Я немножко боюсь, потому что на нём написано противопоказание. Нельзя время кормления грудью. А вы знаете, что персик мой ещё до сих пор висит в качестве антистресса. Ему всё-таки нужна ещё титя. Вот. С одной стороны, что тут такого, с одной стороны, страшного? Но я немножко за его геногеомом переживаю. Она всё-таки как сосудистое образование такое. И её травмировать ни в коем случае нельзя. Вот. А если, не дай бог, я буду пить, а кровь будет разжижаться у Володики, как его геногеом отреагирует, ещё пока что не знаю. Но всё равно что-то надо делать, потому что голова моя как дом советовала. Вот она, знаете, мне, что напоминает улей с пчёлами. Она у меня постоянно гудит и вибрирует. Когда гудёт, как бы сейчас вот-вот лопнет. А когда погода меняется хотя бы немножечко, так вообще я даже и наклоняться вниз не могу головой, потому что она у меня плохо себя ведёт. Головные боли, мне кажется, как и у многих у меня тоже раньше бывали. Ну, бывали, допустим, один раз в полгода, и то так выпишешь кофе сладкий, или сладкий чаёк с конфеткой, и уже значительно легче. А это, знаете, уже чаёк с конфеткой, кофеёчек не помогает. В общем, мы будем пытаться восстановиться с помощью лекарств пока что простейших. А там посмотрим, что дальше будет. Вот такую вот герань я надыбила у нас в Балаково. Это просто красная, а это вот такая вот... Ну, это просто красная, вот-вот-вот. Вообще-то вот как кружевная, или как это называется, она больше кораллового цвета. Я взяла её у нас возле подъезда бабушки там наши. Подъездные чистили полисадник и решили вот это вот выкинуть. Но я у них попросила, а они радостно отдали, чтобы лишь бы не выкидывать. И я, конечно, благополучно всё это забыла в багажнике. В общем, ночь они у нас пролежали в багажнике. Но, конечно, вид у них, как это сказать, желает лучшего. Но не знаю, вот крупные-то подвянули, а вот эти вот веточки неплохие. В общем, сейчас я их просто... Вот, ромка, обычные цветочные горшки, которых у меня росли петония, оброчные огородной земли мне набрал. Сейчас я их туда потыкаю поглубже, или не поглубже. В общем, как затыкаю, так затыкаю. Кстати, запах герани я чувствую после этой вот болезни трёхнедельной. Очень многие запахи я перестала чувствовать. Ну, часть чувствую, часть нет, короче говоря. А герань почувствовала. В общем, сейчас я её зарою, полью и поставлю где-нибудь, где не сильно жарко. Может быть, даже на веранде. Там утопление есть, но не жаркое. Надеюсь, что приживётся. В общем, с герани я вообще не дружу. Сколько раз в жизни я не сажала, она у меня всегда вытягивается. Чуть ли не по метру высотой. Сверху один жиденький цветочек. Но это мне просто стало жалко. Думаю, ну что ж мне не зарыть. Всё равно выкидывать люди будут. Так что буду зарывать. Чего вам цветочки зарают? Мужку манючие. Чего вонючие? Чего вонючки? Цветочки. Че? 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 наши вонючки мы зарыли иначе мы их не можем назвать эту палку и вообще не стала зарывать но смысла ее не вижу зарывать володя мне свафельку свою принес помогает мне вскапывать несчастных полью из души и вынесу геранду не знаю сейчас кстати у меня болотка одну штуку выдернул самую такую интересную немножко полупила и опять зарыла и у меня мысль пришла а не надо ли было срезать у них кончики чтобы как бы срез был свежий в общем знаете как я уже сказал с гераньями я не очень дружу вообще сколько раз я их не пыталась сажать они меня никогда не росли а если росли то внешний вид их сильно портнет и лазь ванну ты куда ты посмотри что делается цветочком сейчас ели кашу весь грязнулька залез в ванну я собралась их поливать он мне залез в ванну мальчик-то вы что совсем столе как поливать цветочки видать в другой цветочек ванна торчит кстати вчера устанавливали новый сметитель вы честно говоря знаете цена какая-то непонятная общительство говоря последнее в цена последнее время в ценообразование общее в шоке стоит как чугунный мост ну конечно он такой крепкий хороший симпатичный экран большой такой усиленный длинный как это называется гусак или как называется вот ну стоит он и даже звук озвучивать не хочу эту цену пришлось менять буквально вчера в авральном режиме потому что наш полетел и от бывших хозяев и перестал закручивать холодные даже за включателем даже нажимая и меняя прокладки здесь ничего не работало буду спасать забрикадировал дверь чтобы мама из ванны ушла открывай открывай давай убирай все это дело откроется так просто убирай горшки давай давай неси на место второе неси тоже второй горшок тоже неси эту дверь не откроется нет мы цветочки поливаем мы и ты не сможешь открыть то что волосы своего вере забаррикадировали еще час ай как в глазах он смотрите и ток мне кажется нормально значит пережаривать что он темно вот перен浴 шишево это ж грудка Нормально? Нормально. Точно? Точно. Ага, 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 все, сам упадешь. Луна у нас мясо чует. Скажи, курочка уже принесли жареная, да? Луна у нас умница, она у нас мышеловка. Мышек постоянно таскает у нас, да? Еще летом, когда была маленькая, она умудрилась поймать большую мышку. И сейчас дома у нас ловят мышек. Но все равно от мяса не откажется, да, Луна? Луна, любительница, чтоб погладили ее. Почти готов. Грудка и крылышки я замариновала, как обычно. Но вот раз майонез закончился, поэтому майонез маловато положила. Получилось немножко так, как будто бы, ну не то чтобы суховато, менее жирновато. Ну, может это и плюс. Корочка наша готова. Сейчас помидорков нарежу. Вино охлаждается в холодильнике. Варю спагетти. Больше заморачиваться не хочу и не буду. Считаю, что это более чем достаточно. Кто здесь? Кто здесь? Алуна? Да. Достали для Володи вот этих гадов. Вообще они все у нас остались у перденьки. Он очень любил всех вот этих вот динозавров, всяких химер. И буквально каждый раз, когда мы выезжали в город с рынка, мы ему привозили всяких вот таких вот гадов, ползучих и не ползучих. Саша ими практически не интересовался. Вот с Володей они зашли. Потихонечку подтаскивала их. Играла. Сейчас я ему целый пакет достала. Уже половину по дому валяется. У нас еще, кстати, был вот такой вот пауков, всяких арахнофобов. Целый набор. Вот набор им покупают там динозавров, пауков и жуков. Я, когда работала в садике, относила их для какой-то там утренник был или занятие было. И вот там нужны были вот такие вот резиновые пауки и гады. Ну, в общем, все они у меня ушли самые лучшие. Куда-то ушли. Вот остался только один. И сейчас Володя с ними играет потихонечку. Вот так вот. Хорошо, когда старшие дети хоть что-нибудь, да, перепадает младшим. Вот самая лучшая игрушка. Старый кран сломанный. Теперь Володя будет его заигрывать до дыр. Эта вот штуковина у нас сломалась, перестала держать. Пришлось поменять. Сколько наш кран новый стоит? В общем, наш новый кран стоит 4 тысячи. А, дурить. Вкусно, Володь? Всякую бякуруцию. Сейчас еще хожу по дому соберу. Смотрите, какой аллигатор обалденный. Как настоящий, только большой. Еще, говорю, это было все куплено Родиона. Он очень влюбился их вот этих вот. А что-то где-то еще акула была. Косатка была. В общем, Володьке повезло. О, зуб, не помню как называется. Володь, Волк, Волк. Вулуу! Не надо его в рот пихать! Ящерицы. Те помидорки уже сами дозревают у нас в ящиках. перчик еще в огороде растет мы его не выдернули и я хочу сказать что даже вот так вот взрывающие в ящиках домашние помидоры гораздо вкуснее чем тех которые выращены или доставлены из турции продаются сейчас магазинах а кстати недавно мы не то что недавно а частенько сейчас тоже достану томатный сок наш вот они представляете лет пять-шесть мы уже делаем томатный сок сами но всегда делали из покупных помидоров которые уже подъел которые но покупные которые выращивают корейцы на полях тоже сок получался неплохой но домашние помидоры сладкие такие огромные которые как показывать бычье сердце которых мы делали сок гнали свой домашний просто не представляете такой вкусный он знаете какой-то сладкий я даже не побоюсь этого слова хотя конечно томатный сок он подсаливается но сам вкус домашних сладких помидоров это вообще просто сумасшедший вкус то у нашей почти вкуснейший ужин готов немножко красного к мяску овощи не типа аль денте и томатный сок сажарк сегодня у нас на обед будет уха из голов и хвостика судака а сам судак я пожаре потом когда-нибудь уху я в уху я никогда не добавляю ни пшено не не всякие там что там еще добавляют мне нравится ухо за ее бульон именно рыбный бульон я закипячу час воду вот здесь у меня в кастрюльке положу туда рыбку что есть от рыбки уберу пенку и практически сразу же только закипит закину картофель и уже потом в конце это вот лук резать не будут что у меня его никто не любит морковочка укроп чеку метку некрасиво потому что замороженные и лавровый лист это уже в конце самом ну конечно посолить никаких там пшенок никаких там перловок мне не нравится поэтому буду готовить так кстати у рыбки жабры я убрала вы бы только видели как я их вытаскивала из бедной рыбки если бы рыбка знала что с ней будут вытворять такое она бы сама бы сбежала но если смогла конечно так и сейчас меня закипит я пенку уберу дату муть и опущу картошку наша уха варится что я вам хочу показать ромка перебирал старой коробке которые мы привезли еще с горного и смотрите что мы нашли эти штанишки какой из размера 2 размера еще родионовая их привезли передали нам из германии у нас вот такой фирмы нету россии но по крайней мере раньше не было вот представляете родинке в ноябре уже вот исполнится 20 лет а это его штаны и им хоть бы хны но сейчас конечно они будут немножко великоваты володя 92 а по весне будет самый класс гонять еще такие штаны но кстати вот такие штанишки даже можно и как бы на выход так-то носить почему бы и нет крутяечка кроссовочки хорошенькая как ее называют на телочка а вот эти штаны тоже родионки на я даже не помню тоже германии передавали не поймут улетен 6 размер какая-то фирма такая big play не знаю но их конечно выход не оденешь такие велюровая но допустим на следующую весну грязь здесь месить в огороде мне кажется прелесть будет я почему-то была уверена что все роденьки на и сашины вещи малышковые такие я раздала раздала отдала продала практически ничего не осталось а тут рост и такая память придем к сегодня приедет покажу ему его штанишки 92 размера а сейчас детина ну не два метра конечно на метр восемьдесят роденьки вот так вот чудо нашла у нас как говорю все вещи я раздала сашины и володина и футы сашины и роденьки на малышковые что мы как-то не планировали что у нас будут еще дети а тут на тебе сюрприз володька и все заново покупать а дети нынче знаете ли совсем не дошло и удовольствием денег улетает немерено красота на улице осень во всей красе ромка поехал в ленту наш абрикос смотрите какой желтый стал так резко очень честно говоря наступила нам на выходных надо будет немножко отпилить вот эти вот ветки у абрикоса и вот этой вот яблони потому что сегодня был очень сильный ветер и прям по крыше они били но все смотрите какая красота и было чище наш по пром предлагает домой его взять что говорю жалко его вот так вот он на улице пока лето было хорошо сейчас зима начнется блэк иди сюда иди сюда мою умничку он меня не видит что ли через стекло он такой ласковый такой добрый он так с сашей хорошо играется и с володькой вообще но по сути он живет полу лабрадор а лабрадора считается очень хорошими няньками блэк блэк ты где иди сюда мою умницу ой ты моя умница это молодец да мой мальчишка какой хороший где ты мальчишка в общем думаем его взять домой сначала мы склонялись к мысли что на крыльце у нас будет зимой сейчас понимаем что как бы жалко детину жалко какая хорошая нянька растет у нас такой эти честно говоря я заметила что блэк вот собаки обычно очень сильно воняет блэк такого запаха нет и у него шерсть такая может вы видели на видео аж блестит лосница он лишний раз не лает и вообще из него собака кусака никакая так что скорее всего чуть похлопа прохладнее станет моего домой заберем конечно не знаю как я буду выгуливать и володю и блэка и туда и сюда мы поживем видим что будет дальше тут у меня есть морковку тырит рыбонька моя сварилась сейчас я все откусил и бросил ну ладно рыбонька моя сварилась сейчас я ее выловлю а бульончик про процежу чтобы не было никаких косточек так не на свой процедила смотрите даже жару какой-то есть устрашающий выглядит да это какие щечки здесь красота и не знаю для меня как бы красота некоторые выборку падут так ну все запускаю я картошечку сюда же я сейчас морковку закину морковку у нас никто не ест как таковое она больше там для красоты у нас и вкуса которая нам отдаст ну конечно больше для красоты и сразу же я сюда сейчас положила такое вот непорезанную луковичка пускай сварится у меня все это дело сейчас картофель сварится я туда добавлю лавровый листочек укропчик ну что обед наш ухо готова люблю я ее именно за вот этот бульон хотя процеживала но видно все таки что-то осталось хлебушек саша сходил какой-то хлеб купил знаете здесь вот вообще в пятерочка очень тяжело с хлебом как это лажа все время но сухой прям отлично вот такой простенький хлебушек и красота ли наша селедка и между прочим это как его судак все приятного нам аппетита